Продолжение следует... 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 что мастера могут предложить нашим гостям. А это шедевры. Ведь сказать, что вот этот вот код нехорош. Вы просто представьте на секундочку, что требуется для того, чтобы его сделать. Ну, во-первых, это, конечно же, усидчивость, желание создать что-то такое невероятное. Плюс техника исполнения. Ну и, конечно же, фантазия, фантазия, фантазия. В рамках этой экспозиции, мы ее назвали «Музыка души», вы можете увидеть, как применяется волок. Это и одежда, и аксессуары, и игрушки, и различные шляпки дамские, необходимые для создания полного образа женщины. Как вы знаете, существуют различные направления в технике валяния. Это и сухое, и мокрое валяние. Но то, как мастера виртуозно выполняют свои работы в различных видах валяния, ну, можно просто поражаться, радоваться и завидовать тем ручкам и тому умению, кто обладает этим. Ну, а мы продолжаем нашу экскурсию, и за моей спиной вы можете увидеть классно оформленные стенды. И это не случайно, ведь наши участники каждый раз готовятся к выставке, и они очень трепетно относятся, как будет выглядеть тот или иной стенд. Поэтому они готовятся заранее, планируют стенд, оформляют, декорируют его. И, конечно же, они не забываются, как самое главное, почему мы принимаем участие в выставке, это показать новинки, продемонстрировать, что происходит, например, в вышивке, либо же как бы вышивке бисером. И компании стараются выделиться на фоне друг друга и становиться таким вот объектом привлечения внимания. Должна сказать, что в этом году у нас две компании, две компании, которым исполняется по 20 лет. Это компания РТО и ГЕЛА. И я очень радуюсь, как организатор, когда это происходит, празднование дня рождения, потому что это всегда праздник, фейерверк, различные сюрпризы, масса активности, которые происходят на стенде. И я уверена, что гости это оценивают, и бесконечно рады быть частью этих событий. Не могу не отметить, что на каждой нашей выставке появляются новички. Причем новички не только из Москвы, но и из других регионов. И они готовятся точно так же старательно, потому что им намного сложнее. Ведь конкуренция в рукоделии очень большая. И необходимо все качественно подготовить, начиная от промо-материалов, постановкой и размещением своих работ, плюс рассказом о себе. И это действительно большая работа, которую, как мне кажется, должен осуществлять каждый участник выставки. В нашей выставке, помимо компаний из России, приезжают к нам и из Европы, Америки. Откуда только к нам не приезжают для того, чтобы показать свое творчество и показать свои материалы и свою продукцию. За моей спиной, по секрету скажу, компания Плезелин. Это мои давние друзья, которые поддерживают нас не только в Москве, но и в регионах. И в частности, они будут присутствовать в Самаре. И каждый раз они готовят что-то новое, презентации. И для наших гостей это хорошая подсказка, чтобы узнать, как работать с тем или иным материалом, и как его, собственно говоря, применять. Но помимо бисера, вышивки и так далее, можно у нас на выставке приобрести массу других товаров. Например, деревянные рамки. Ну, скажите мне, ответьте на вопрос. А у вас стоит дома специальный станок для вышивания, удобный в разные позиции? Обратите внимание, это специальная зона для людей, которые любят сшить. Это подготовленная экспозиция совместно с издательством Бурда. И если посмотреть, чем тут заняты наши гости, это и близконсультации, и разговоры по душам с дизайнерами, и проходящие мастер-классы, и встреча с главным редактором. А главная фото-выставка, посмотри, в которой мы можем определить, какой мода была в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Насколько она актуальна сейчас? Мне кажется, она очень актуальна сейчас. И насколько она актуальна будет в будущем. А главное, все те модели, которые здесь представлены, они изготовлены из современных тканей. И на мой взгляд, как настоящая леди, я лично вижу себя вот в таком вот платье однозначно. За моей спиной прямо ядро, прямо сердце нашей выставки. Это сцена. И тут происходят дефиле, различные мероприятия, вручение призов, подарков, подведение итогов конкурса. Ведь это так здорово, когда мы можем встретиться, продефилировать в красивых волочных, например, волочной одежде. И вообще стать звездой. Но помимо этого, можно я к вам присоединюсь. На стендах участников есть возможность, замечательная возможность принять участие и протестировать тот или иной продукт. порисовать. Вот сейчас я тут попробую порисовать. Познакомиться с новыми материалами. Ну и, конечно же, улучшить свой навык, например, рисовальщика. Я не представляю рукодельницу, которая бы не читала и не покупала бы книги и журналы. Ведь без них невозможно. Ведь именно в книгах и журналах, в печатной прессе, дается самое основное, самое интересное. И, на мой взгляд, намного приятнее взять книгу, открыть ее, полистать, сделать закладочку, ну и сотворить какой-нибудь арт-объект. Но это именно благодаря не гаджетам и электронным, а именно книгам и журналам. Да, кстати. Я очень извиняюсь. Да, кстати, я совсем забыла сказать, что мы следуем последним тенденциям и трендам, которые существуют для нашей молодой аудитории. И многие участники приглашают наших гостей принять участие в фотосессии для того, чтобы можно было потом сфотографировать и разместить в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке или в Животнокласснике. Поэтому мы сейчас туда прогуляемся и увидим эти шедевры, с помощью которых можно фотографироваться и делать селфи. На мой взгляд, это самый рукодельный гармозека, которого я встречала в своей жизни. Ну, посмотрите. Он еще и вышивает, и вяжет, и читает, и работает с лентами, и рисует все, что пожелает рукодельная душа. Ну, а самое главное, как я уже сказала, с ним можно сфотографироваться и разместить свою фотографию в интернете. А этот гармозека нам подготовила компания Gela.ru в честь своего 20-летия. И помимо вот такого арт-объекта на стенде Gela.ru можно поучаствовать в разнообразных мастер-классах, встретиться и познакомиться с партнерами, с которыми работает компания. Ну, и, конечно же, получить призы и подарки. Какая девушка не мечтает о своем доме? Мне кажется, мы все мечтаем об этом. Но если уже дом появляется, то это время задуматься о том, как его оформить, как сделать его уютным. И мне кажется, что самые лучшие ответы, которые может получить рукодельница, это на выставке «Формула рукоделия». Потому что здесь масса идей и по оформлению, и по декорированию. Как сделать салфетки своими руками, как сделать шторки, как сделать так, чтобы ваш дом привлекал внимание. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не с нами, то самое время подумать о том, чтобы присоединиться в наши такие крепкие ряды рукодельниц России. В рамках осенней выставки мы представили наш обновленный журнал «Формула рукоделия». Он посвящен теме винтажа, поэтому наша гостиная и называется «Винтажная гостиная». Что здесь можно сделать? Ну, во-первых, полистать журнал, принять участие в фотосессии и превратиться в настоящую леди в винтажной одежде. Можно посмотреть, какие именно работы были выполнены в журнале и что можно сделать с помощью инструкций, которые приведены в нем. Вот такая, например, красивая подвеска. Или вот такая вот дамская сумочка с помощью поэток. Ее придумала Ольга Диопик, редактор журнала «Формула рукоделия». Либо же, например, под руководством главного редактора журнала Ларисы Смышниковой, можно принять участие в мастер-классе и создать великолепный ободок. Винтажный ободок. Нам очень важно, чтобы нашим гостям было удобно и комфортно. Ведь такое большое изобилие на выставке, что ты просто иногда устаешь. Поэтому, чтобы вы себя комфортно чувствовали, дорогие гости, мы подготовили для вас зону отдыха, галерею отдыха. Что здесь интересно? Ну, во-первых, здесь представлены арт-объекты. Во-вторых, здесь представлены конкурсные работы наших участников. И вы можете прогуляться, посмотреть, увидеть каждый узелок, каждую петельку на наших конкурсных работах. Безусловно, скамеечки, которые мы поставили для наших посетителей выставки. Можно посидеть, попить кофе и полистать, например, журнал «Формула рукоделия». Конечно же, это мы делаем все для вас, дорогие наши гости, чтобы вам было комфортно, уютно и хорошо, когда вы приходите на нашу «Формулу рукоделия». И я желаю вам, чтобы вы не забывали о том, что вы остаетесь людьми, а мы, как люди, должны создавать что-то своими руками. Трепетное, красивое и очень душевное.